Злоупотребление наркотиками наносит большой вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах, в том числе и в России. В нашей стране наркомания – одна из наиболее острых проблем здравоохранения и социальной жизни. Эксперты отмечают, что из-за нее Россия ежегодно теряет несколько триллионов рублей. Разумеется, государство и общество противостоят этой беде. Не стоит отмахиваться от этой проблемы, если она пока не касается вас лично. И даже если это обошло стороной вас и ваших близких, безопасность и комфорт каждого зависят от состояния общества, в котором наркомания и все, что с ней связано, играют крайне негативную роль. Антинаркотическая комиссия Славянского района отвечает за взаимодействие всех заинтересованных служб в борьбе с распространением наркотического зелья. Задача антинаркотической комиссии Славянского района, секретарем которой я являюсь, стоит в первую очередь в консолидации всех сил, всех средств, которые у нас имеются для борьбы с этими явлениями. Спектр работы достаточно широк, многогранен, но нахватывает большое количество разнообразных сфер жизни. Это у нас непосредственно профилактическая работа с нашими несовершеннолетними, подрастающими поколениями, с молодежью, проведение разнообразных акций, мероприятий профнаправленности, которые бы пропагандировали здоровый образ жизни, негативные отношения к таким явлениям, как наркомания и алкоголизму в целом. Это формирование жизненной позиции у наших граждан, что для них употребление наркотиков либо алкоголя – это внутренний протест, чтобы у наших граждан был. Самый опасный в плане вовлечения в употребление наркотических средств – подростковый возраст, когда ребята подвержены влиянию улицы и еще не сформировались как устойчивые личности. И тут главная профилактика. Беду легче предотвратить, чем потом лечить от наркомании. Каждый раз, когда я консультирую отравившихся наркотиками в реанимационном отделении, в других отделениях ЦРБ, меня мучает вина. Что я не так сказала, что я еще не донесла детям, чтобы они не употребляли наркотики. В настоящее время мы с техникумами проводим серию родительских собраний, где я говорю родителям – пожалуйста, говорите об этом с детьми, пожалуйста, предупреждайте об этой опасности. Врачу, который много встречается с нашим юношеством, отвечает на задаваемые вопросы. Очень хочется предостеречь ребят от этого зла, от этой гибельной напасти. Как правило, если в жизни появляются наркотики, то любая жизнь заканчивается. Как известно, наркоманы долго не живут и умирают абсолютно молодыми. Поэтому мне очень хочется пожелать и родителям, и детям, чтобы все были живы, чтобы у всех была жизнь с ее трудностями, ошибками, радостями. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Славянскому району находятся на переднем крае противодействия распространению наркомании. Они выявляют опасные преступления, такие как сбыты хранения наркотиков, притоносодержания и другие. На сегодняшний момент выявлено 66 преступлений, что у нас на уровне прошлого года остается ситуация. Из них 5 сбытов, притон выявлен. Также хочу добавить, что в настоящее время проходит межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция МАК 2020 года. Второй этап, то есть на территории всего муниципального образования Славянский район. Основной задачей является выявление наркопосевов, наркосодержащих растений, а также дикорастущих растений, а также выявление наркотиков растительного происхождения. В рамках профилактики и борьбы с распространением наркотиков славянские правоохранители проводят большую работу, но им необходимо, в частности в плане проведения операции МАК, содействие общественности. Если вдруг кто-то знает, кто-то увидит какие-то либо произрастания, пусть будут культивированные, либо дикорастущие, допустим, в хаотичном порядке, без признаков культивирования, что бы сообщали в отдел МВД по Славянскому району для нашего реагирования и принятия каких-либо мер. Если молодые люди живут интересно и насыщенно, увлекаются спортом или искусством, участвуют в общественной жизни, то вряд ли они станут приверженцами употребления дурмана. Спортивных объектов в нашем районе достаточно, и я знаю, что работа продолжается и будет еще больше. Но для ребят, которые выбирают творческий вид деятельности, не только творческий, но и дворовые виды спорта, и какие-то интеллектуальные виды занятости, наша задача сделать их максимально интересными, проинформировать людей о том, чтобы ребята знали, как можно себя, где себя можно применить. Ну и, соответственно, создать такую обстановку, чтобы ребятам было хотелось, и они могли свое свободное время проводить интересно. Их самое главное – с пользой для себя, для здоровья, для развития. Молодежные активисты, волонтеры вовлекают в круг интересных мероприятий всех ребят, кто еще не определился, чем заниматься в свободное время. И это положительное влияние трудно переоценить. Все, кто связан с ответственной работой по противодействию распространения наркотиков, вносят свой вклад в противостояние этому злу. Проходят районные профилактические акции с участием студентов и молодежи. Подростки и молодые люди и дальше будут информироваться об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотиков и о том, что наркомания навсегда ставит свой черный крест на здоровье и благополучие. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.